Уважаемые друзья, коллеги! Эта тема очень важная. Как показали события в Карелии, вопрос безопасности детского туризма – это самый важный вопрос при организации мероприятий, связанных с детьми. Но, тем не менее, мы будем, помимо вопросов безопасности, рассматривать также и вопросы подготовки кадров людей, которые занимаются организацией детского туризма, их образованием, межрегиональные взаимодействия, опыты регионов рассмотрим, вопросы автоматизации этих процессов, внедрения электронных начал в организацию проведения детского туристического отдыха, вопросы сувенирной продукции и так далее. Модератором также сегодняшнего вебинара является Санаева Ольга Анатольевна, член Координационного совета по развитию детского туризма при правительстве Российской Федерации, руководитель регионального совета РСТ и генеральный директор компании «Анкор». Ольга Анатольевна, пожалуйста. Спасибо большое, Игорь Алексеевич. Ну, действительно, так совпало, потому что мы готовились к этому мероприятию давно и, к несчастью, да, произошли тоже вот такие трагические, такой трагический случай. И, наверное, это еще более высвечивает не только проблематику, но самая главная значимость вопроса и безопасности детского туризма, и вопросов вообще его развития, потому что если мы не будем воспитывать культуру путешествия по родной стране, в том числе и культуру путешествий вообще, то, конечно, это будет неправильно. Сегодня достаточно серьезный состав спикеров, что отрадно, и поэтому мне бы очень хотелось, чтобы у нас еще осталось время на вопросы и на то, чтобы мы ответили на эти вопросы. Поэтому я призываю всех наших спикеров быть как бы не то что сжатыми, да, а высвечивать наиболее какие-то яркие позиции своих выступлений. И абсолютно точно знаю, что сегодняшний вот и регламент такой, и сама тема очень востребованы. Спасибо. Здравствуйте. Давайте я тогда сразу перехожу к своей теме. Тема звучит так. Это развитие детского туризма как основа для взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов управления туризмом. Вы знаете, если позволите, я немножко ее переформатирую, что детский туризм это еще возможность для развития взаимоотношений вот этих всех структур между собой, но еще и для развития этих всех структур управления и непосредственно самого турбизнеса. И мы в этом убедились. Я думаю, дальше Татьяна Сергеевна Козловская тоже эту тему будет развивать в своем выступлении. О том, что какие-то государственные проекты, муниципальные, региональные, невозможны без привлечения турбизнеса, то, что касается в том числе и детского туризма. Но самое главное, невозможны без правильного выстраивания этих отношений и понимания того, что они настолько взаимополезны. И в практике, когда с этим встречаешься, это особо ярко заметно. Я приведу пример, например, нашей программы «Моя Россия». С 2013 года существует такая государственная программа, когда дети за федеральные деньги в счет государственного бюджета путешествуют по стране именно с культурно-познавательными целями, а доставку до начала и потом возврат свои регионы оплачивают либо родители, либо регионы. И вот здесь, когда мы увидели, что в силу того, что это госпрограмма, появилась некая ответственность, в том числе и региональных, муниципальных объектов, вернее, органов управления туризма, знаете, мы почувствовали, что, когда это делаешь вместе, то программы становятся более взвешенными, действительно более безопасными, потому что нам легче подключать какие-то иные организации, которые это обеспечивают. И самое главное, совершенно по-другому разворачиваются к данным программам и объекты размещения, и питания, и показа, потому что, конечно, безопасность. Нет безопасности, нет туризма, я всегда говорю, но нет безопасности в детском туризме, его тогда в этом месте не должно существовать вообще никогда и никак. Безопасность превыше всего. Но дальше за безопасностью мы должны очень четко понимать, что есть еще и, знаете, некая такая, ну что ли, информационная, наверное, безопасность. Это очень важно, что, кто, о чем, как говорит и беседует с детьми, как доводятся материалы, как вообще преподносится эта информация. И опять же, дальше у нас будет доклад Виктора Ивановича Кружалина, который тоже будет говорить о том, вот как это важно, правильно подготовить специалиста. Но на самом деле, мне думается, что и контролировать тоже надо, и мы знаем, что незагораемая у нас аттестация и инструкторов, и экскурсоводов. Это тоже, наверное, правильно. Единственное, всегда очень правильно, когда долго такие документы готовятся и обсуждаются, потому что важно, как они написаны и как потом исполняются. Важно привлечение профессионалов и специалистов к этому. Важно очень серьезное такое проникновение в эти темы с тем, чтобы те материалы, которые потом бы выходили, ну, нуждались, может быть, в минимальных поправках. А если нуждались, чтобы эти поправки происходили. Я сейчас хочу немножко отступить от темы, потому что, может быть, не все еще знают, что в постановлении 1177 о перевозке детей автобусами от 22 июня, а опубликовано вот буквально в пятницу и сегодня, вышла еще одна поправка в пункт 11 о перевозках детей в ночное время. Там, ну, вот два таких изменения. Первые изменения касаются того, что теперь вот я просто зачитаю, чтобы от текста не уходить, да. Если раньше оно просто говорило о том, что с 23 часов до 6 перевозка не должна быть в программах и допускается только в виде трансфера к аэропортам, вокзалам, либо как завершение перевозки при каком-то незапланированном отклонении от графика. Вот сейчас вот внимательно просто вникните, да, потому что есть еще две детали. При перевозке групп детей, значит, невозможно, да, допускается при перевозке групп детей осуществляемое на основании правовых актов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Позвольте расшифрую, что это значит и почему это так срочно 22 июня выходило. Инициаторами этой поправки были Санкт-Петербург и Москва, города, в которых выпускные вечера, или Санкт-Петербург, в котором праздник Алые паруса, он достаточно значим, это детский праздник. И отсутствие как бы обратной после этих праздников перевозки детей автобусами, оно как бы нивелирует сам праздник. До чего договорились в правительстве, было такое срочное заседание Координационного совета, не всего Координационного совета, а как бы в усеченной форме, только те, кто автобусами занимается и к этому причастен. То есть расшифровка следующая. Если регион берет под свой контроль организацию таких мероприятий, тогда это возможно, но только после выхода неких нормативных актов. И совершенно очевидно, что, наверное, в Петербурге и в Москве такие нормативы выйдут, но это не значит, что это касается только Петербурга или Москвы. Любой регион, если он проводит что-то, а это могут быть белые ночи, это могут быть выпускные, последние звонки, еще что-то, то, по крайней мере, появилась эта возможность в связи с этой записью. И второй нюанс изменился. Он говорит о том, что при этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров. Раньше, если мы помним, в пункте 11 у нас было указано 50 километров. Мы говорили о том, что зачастую аэропорты и вокзалы находятся на более далеком расстоянии. И это хорошо, что вот вышла такая поправка в 100 километров. Это позволяет нам перевезти детей, например, если у них даже в 7 утра уже полет, то их надо было привозить еще вечером накануне в аэропорт. Вот. Теперь, значит, это либо 100 километров, это позволительно, либо, если это норматив субъекта, то это тоже позволительно, тогда это под контролем непосредственно самого субъекта федерации. Вот я, извините, немножко отклонилась, потому что все-таки это актуальная поправка, она только что вышла, и она достаточно серьезна в эти дни, особенно, да, когда выпускные, может быть, еще где-то есть, касаются детского туризма, детской перевозки. Потому что без решения вопросов перевозки, регламентирования их, безопасности перевозки, ну, невозможно. Причем, знаете, когда они слишком изощренные и невыполнимые, тогда вот, да, как мы с Сергеем Владимировичем говорили, что детский туризм тогда становится на 100% безопасным, потому что невозможен. Вот этого тоже нельзя допускать. То есть за безопасностью, за вот таким вот уже сложнейшим ужесточением нельзя выплескивать сам детский туризм, это тоже важно. А вот, возвращаясь к взаимодействию, это тоже взаимодействие. Вот смотрите, посыл, как бы, от того, что необходимо какие-то вещи менять, и, предположим, с созданием Координационного Совета при правительстве Российской Федерации по развитию детского туризма, такие вещи можно доносить, по крайней мере, до правительства и пытаться уже что-то менять, и вот эта поправка, как бы, одна из наглядностей того, что это осуществляется. Другое дело, что нужно приводить, наверное, к общему знаменателю вообще правила безопасности в перевозке, потому что где-то они слишком, наверное, завышены, а где-то их нет вообще. Мы же говорили практически на всех конференциях о том, что по воде у нас либо запрещено полностью, либо не прописано. К счастью, по авиации достаточно вменяемые, правила очень короткие, более изощренные при автобусах, при железной дороге, но с одной стороны это оправдано вопросами безопасности, а с другой стороны, конечно, мы будем предлагать носить изменения в другие пункты, потому что не понимаем, как влияет безопасность при том, что, например, нет в списках документа о правилах рассадки детей в автобусе, просто бумаги этой нет, вряд ли она так сильно влияет на безопасность. А в функции четвертом вот этих правил там есть такой достаточно большой набор документов, который вызывает сомнения о влиянии на безопасность, особенно притяжательно к тем штрафам, которые после 12 мая этого года у нас вышли. И мы будем все равно предлагать к изменению это постановление тоже. Что касается Координационного совета по развитию детского туризма, вот смотрите, когда он был создан, то одним из первых поручений было то, что такие Координационные советы в субъектах тоже должны быть созданы. Где-то они действительно созданы и хорошо работают, и опять же это потом влияет на взаимоотношения, да, это влияет на то, что легче развивать детский туризм. А в каких-то регионах, ну, к этому отнеслись достаточно формально, это грустно. Наверное, какой-то вот контроль еще тут должен здесь быть, получилось или не получилось, и если не получилось, то почему и где. А вот то, что касается, возвращаясь вот все-таки к взаимодействию и к тому, что это приносит, ну, вот пример один я привела с нашей программой, да, когда в программах музеи выстраиваются в некое такое правильное полотно восприятие общее. Потому что что иногда происходит? Каждый объект показа, каждый музей, он как бы сам по себе очень часто повторяется в какой-то тематике. Когда мы складываем программу и просим музеи в том числе между собой тоже взаимодействовать, регион подключать, то тогда рождаются действительно интересные, нескучные программы для детей. Это очень важно, чтобы дети в процессе, в процессе маршрута, в процессе тура, они действительно что-то познавали и были в этом активны, иначе мы не придем к тому результату, к которому должен бы прийти. Поэтому примеров таких много. Важно, чтобы программы были все-таки, ну, не то, что под каким-то вот контролем назидательным, а под таким мягким контролем, который был бы контролем-подсказкой к тому, что делать и оператору, и как взаимодействовать отдельным муниципальным органам управления, не то, что туризма, да, а каким-то вкраплением, то, что есть в муниципальных у нас объединениях, чтобы это приводило, еще раз подчеркиваю, к общей конве и картине любого турпродукта детского. Операторов много хороших, и не только операторов, но тех, кто работает с детьми и в активном туризме, очень много достойных и организаций, и отдельных личностей людей, которые работают с детьми. И то, что происходит сегодня, когда, знаете, зачастую речь идет о полном закрытии каких-то и палаточных лагерей, и туров, и организаций, ну, это не всегда и правомочно, и это не всегда полезно для развития детского туризма. Поэтому здесь очень важно быть солидарными всем вместе, и тем, кто контролирует, и тем, кто организует, и тем, кто это придумывает, и кто потом за это отвечает, потому что профессионалов много, и необходимо прислушиваться к их мнению. И тогда, наверное, если вот это все рождается в связке, тогда это безопасно, полезно, ярко и красиво для детей. Я вот, позвольте, на этом и остановлюсь, потому что знаю, что есть очень интересные и важные доклады, и очень хочу, чтобы у нас осталось время потом на вопросы. Спасибо. Спасибо большое, Ольга Анатольевна, за разностороннее, очень глубокое выступление. И вот я хочу процитировать ваши слова, их, наверное, можно даже в какой-то лозунг, по крайней мере, момента, выделить, если нет безопасности, то нет и туризма. Конечно, надо искать грани, баланс, но, тем не менее, вот это, наверное, самое важное для организации нормального культурного отдыха. Позвольте мне следующее слово предоставить Менделевичу Сергею Владимировичу, главному редактору-учредителю газеты «Вольный ветер», члену Координационного совета по развитию детского туризма при правительстве Российской Федерации, руководителя комиссии детско-юношеского и молодежного туризма Общественного совета Ростуризма. Он нам рассказывает о причинах карьерской трагедии и возможных действиях по повышению безопасности детского активного туризма. Пожалуйста. Здравствуйте. Конечно, из-за недостатка времени я не смогу осветить все аспекты. Постараюсь сказать хотя бы об основных. И начну с такой, я бы сказал, шокирующей, крамольной фразой, что, на мой взгляд, как специалист по активному туризму, эта трагедия была запланирована заранее, с учетом того, насколько безответственность и руководство этого лагеря отнеслось к организации детского отдыха, к вопросам его безопасности, и с учетом того, что у нас, к сожалению, десятки лет существуют системные проблемы в детском туризме, которые прямым образом влияют на безопасность. Чтобы не затягивать, я считаю, что вообще-то все, что касается действий руководства этого лагеря, Сямозера, это должна в первую очередь заниматься им правоохранительные органы. Там слишком много было всего накручено. Честно говоря, я вот десятки раз присутствовал на разборах несчастных случаев в спортивном туризме, но такого вот, честно говоря, крайне редко встречается. С одной стороны, безответственность и нарушения, они совершенно очевидны, чаще всего непонятно, почему это то или иное ЧП произошло, а тут прям очевидно. С другой стороны, такого нагромождения, нагромождения вот этих нарушений просто редко когда встретишь. Ну, начнем с таких, казалось бы, неочевидных вопросов. Не надо было и нельзя было использовать, например, такие лодки для плавания детей. Канои узкие, длинные, они имеют очень небольшую поперечную устойчивость. Они не рассчитаны на такую, на такие водные просторы, на такую волну. И, естественно, при том, что и дети сели первый раз в лодке, и даже их руководители, так называемые инструктора, тоже были в этих же лодках, сели первый раз фактически, то они не могли держать лодку все время носом к волне. И, естественно, при ударе в борт волны лодка опрокидывалась. Это было запрограммировано. Значит, отсутствие радиосвязи на лодках между собой и с берегом, это тоже шедевр безответственности. Потому что в любом случае надо было и между собой как-то им общаться, давать указания и с берегом. И если бы были рации самые примитивные, ну вот я пока меньше стакана, сейчас рация стоит, по-моему, 3-4 тысячи рублей, это совершенно не проблемно. Они есть в свободной продаже, их купить. То, конечно, можно было сообщить на берег гораздо раньше. И раньше бы начались спасательные работы, поисковые распоработы. Вполне возможно, что часть детей была бы спасена. Но шедевром безответственности это, конечно, является выпуск детей в плавание при наличии штормового предупреждения. Вот о всем остальном можно даже не говорить. Вот это уже шедевр подобного я, честно говоря, вот не встречал. Я не буду дальше разбирать частные какие-то ошибки руководителей данного лагеря. Перейду к системным вопросам, которые способствовали вот этому, к сожалению, ЧП. А этому вопрос, например, способствовал то, что у нас существует 44-й федеральный закон. В его нынешней трактовке, о чем мы говорим много раз. Говорили фактически, ну вот я, по крайней мере, два года точно мы говорим об этом. Что этот закон вынуждает, единственным критерием при оценке того, с кем заключить договор на оказание услуг по детскому отдыху, единственным критерием фактически является цена этих услуг. Неважно, значит, вопросы качества, безопасности, квалификации сотрудников. Все уходят куда-то далеко и неважно. Единственное, критерий цена, значит, если на рубль меньше предлагает какая-то фирма, значит, договор должен быть заключен именно с ней. Вообще-то говоря, до абсурда можно дойти, если какая-то фирма предложит цену в один рубль, значит, фактически с ней надо заключать договор. Хотя всем очевидно, что на рубль ни питание детей, ни какую-то программу провести невозможно. Это вот первый вопрос, значит. Надо сказать, что есть радостная новость, что неделю назад состоялась видеопланерка, которую проводила вице-премьер правительства Ольга Юрьевна Голодец. На ней наши люди тоже говорили о причинах и проблемах несчастной этой трагедии в Карелии. В том числе о 44-м федеральном законе Ольга Юрьевна пообещала дать указание Минэкономразвития для срочного пересмотра этой позиции, чтобы вот уже была комиссия, которые, конкурсные комиссии, которые будут учитывать и другие факторы при определении победителей конкурсов, а не только цену. Вторая системная проблема – это квалифицированные кадры. И о том мы тоже говорим много лет. У нас фактически нет подготовки кадров для детского туризма в стране вообще. Ну, не исключая частных случаев. Есть еще какие-то, допустим, станции юных туристов, где проходят некие семинары, там периодически федеральный центр детского туризма организует школы подготовки инструкторов детского и юношеского туризма. Но в целом нет системной подготовки. Ни один вуз не готовит специалистов по этой профессии. Более того, профессии инструктор-проводник просто не существует у нас в стране юридически. Она не включена, эта профессия, в список профессий Минтруда. Нет профессиональных стандартов, утвержденных на эту профессию. Что это значит? Что такое профессиональный стандарт? Это перечень тех умений, знаний, навыков, которые должен обладать специалист этой профессии. Если нет такого профстандарта, неизвестно, чему учить этого специалиста. Соответственно, ни один вуз не может проводить обучение. Ну, хотя бы потому, что он потом не может выдать диплом государственного образца. Но нет такой профессии, значит, нельзя выдать диплом. Более того, нельзя в трудовой книжке записать, что человек работал инструктором-проводником. Потому что это юридически неправильно. Потому что нет такой профессии, значит, человек не может работать инструктором-проводником. И так далее. Значит, мы говорили об этом много раз. В конце концов, ну, я уже, честно говоря, не поверить, но я уже лет 15 этого говорил. И даже какие-то движения начинались в этом плане, когда у нас было единое министерство физической культуры, спорта и туризма. Даже господин Путрик начал подготовку документов о том, чтобы внести эту профессию в список Минтруда. Но тут, к несчастью, вот министерство разделили. И в Ростуризме господина Путрика не оказалось. И в ныне в том составе Ростуризма никому не была интересна эта проблема, этой специальности. Вот. Ну, наконец-то сейчас, после поручения президента, в этом году началось движение. В Минкультуре подготовлен законопроект обведения аттестации переводчиков-экскурсоводов и инструкторов-проводников. В поправке в закон об основах туристской деятельности. То есть наша комиссия Ростуризма рассмотрела этот законопроект, и мы его, к сожалению, раскритиковали дружно. Потом были слушания в общественной палате, где общественная палата с нами согласилась с нашим мнением. И после этого Минкультура провела совещание, где тоже после долгого, так сказать, всяких спрений, в конце концов, со всеми нашими предложениями согласилась. И даже более того, с теми предложениями, которые были высказаны на это заседание, в частности, предлагалось уменьшить размер штрафов. Потому что, конечно, сумасшедшие были, предлагали штрафы до одного миллиона рублей за то, что если какая-то организация использует неаттестованных инструкторов-проводников. И это при том, что такой профессии не существует, подготовки кадров нет, по этой профессии нет системы аттестации. А как же тогда можно получить заветное удостоверение инструктору Броневика, если ничего нет? И при этом штраф в миллион рублей. Это все могло привести к полной ликвидации активного туризма в стране. Вот и все. Значит, следующая проблема. У нас нет закона о детском отдыхе в стране. Но госпожа Мизулина уже 10 лет пыталась такой закон протащить, разработать. К сожалению, попытки были все неудачны, до сих пор ей не удалось. А теперь, с учетом того, что госпожа Мизулина ушла из Госдумы, вообще непонятно, скорее всего, его и не будет, если президент не даст такого конкретного поручения. Вот в законе о детском отдыхе вот это все можно было прописать. Представьте, вообще у нас, для тех, кто не знает, у нас вообще катастрофическая ситуация с детским отдыхом. Даже по официальным данным у нас 8 миллионов детей якобы отдыхает летом в различных оздоровительных учреждениях, которых якобы 52 тысячи. А вот агентство стратегических инициатив установило, что у нас из этого количества здравительных учреждений 82% составляет лагеря дневного пребывания при школах. То есть, куда родители утром приводят ребенка, а вечером забирают. То есть, в этих лагерях, которые находятся, как правило, в городских условиях, в тех же школах, где дети учатся зимой, не происходит оздоровления. Нет таких вот факторов физических, физиологических факторов, за счет чего происходило бы оздоровление. Оно само по себе не может происходить просто за счет того, что нет уроков. Далее. Дети отдыхают в неких лагерях, где две смены составляют 2-3 недели. И вот если ребенок попал хотя бы один раз на какую-либо смену, он уже попадает автоматически в статистику того, что ребенок побыл в этом оздоровительном лагере. Таким образом, если ребенок за все три месяца каникул, хотя бы две недели пробыл в каком-то лагере, уже считается, что он был оздоровлен, так называемый. Короче говоря, по моим личным подсчетам, у нас количество детей, которые отдыхают в загородных лагерях, на природных условиях, составляют менее 8% от всего количества детей, которые организованно отдыхают летом. То есть в катастрофической ситуации. А если учесть, что даже эти 8% могут отдыхать всего две недели за три месяца каникул, ну, то есть вообще, поэтому неудивительно, что у нас с каждым годом здоровье детей ухудшается. И вот это все надо было прописать в законе о детском отдыхе. Ну, естественно, поскольку закон такой требует, ну, немалых, наверное, финансовых вложений, ну, видимо, поэтому его и не принимают, и не разрабатывают. Значит, далее. Я тогда просто назову, какие еще, может быть, проблемы. Значит, возможно подумать о создании какого-то единого центра по организации детского отдыха. Деньги тут варятся в этой секторе огромные, каждый регион выделяет огромнейшие деньги. Но и каждый сам решает этот вопрос. Нет единого какого-то центра координирующего, методического центра. Вот у нас есть, например, созданная госкорпорация «Курорт Северного Кавказа» по созданию там нескольких, в нескольких местах, значит, горнолыжных курортов. Почему нельзя однологичное создать в детском отдыхе, непонятно. Значит, и самый один важный вопрос, как можно избежать этих трагедий. Но нет у нас столько количества, у нас огромное количество проверяющих органов, но невозможно из каждого выделить представителя, чтобы он был постоянно в каждом лагере. Необходим общественный контроль. У нас принят закон об общественном контроле, но, согласно ему, не могут родители или объединение родителей, не могут приехать в лагерь, где отдыхают их дети, и провести некие контроли, обнаружить эти все безопасности, безобразия, которые там происходят. Значит, и я не буду дальше, как бы причины, их много еще дальше есть, перечислять. Хочу сказать, к чему приводит сейчас эта трагедия. Уже во многих регионах начинается сворачивание детского активного отдыха. Ну, в той же Карелии, это сразу. Вот глава республики Карелия Худилайна издала распоряжение о том, что вот оно у меня в руках, это распоряжение, с 19 июня 2016 года запретить выход выезда на водоемы на плавательных средствах по выяснению причин трагедии на озеро Сямозера. Ну, причины очевидны. Значит, начальнику МЧС там местного обеспечить соблюдение установленного запрета и так далее. Уже возбуждено уголовное дело против руководства другого лагеря, золота Белого моря, где говорится о том, что они якобы совершали какие-то нарушения санпинов, которые небезопасны для детей. Но какие конкретные нарушения никто не говорит. Более того, комиссия, которая приехала в данный лагерь с представителями местных властей, МЧС, прокуратуры и так далее, требовала эвакуации немедленной детей ночью. Когда руководитель лагеря отказался на лодках вывозить детей ночью по озеру, что могло привести к еще одной трагедии, то задержали самого этого руководителя лагеря за неподчинение указаниям сотрудников полиции и увезли его, так сказать, в местное отделение. То есть это, мне кажется, надуманная история. Значит, в каком-то регионе МЧС закрыло уже пять лагерей, якобы потому, что там не было, не соблюдены требования безопасности. Значит, в Новгородской области требует закрытие лагеря «Вымпел-Заручевье», требует местные какие-то деятели, только потому, что к нему трудно добраться и в каких-то экстремальных ситуациях сложно будет до этого лагеря добраться, хотя, наверное, вертолеты у нас тоже существуют, можно на вертолете и так далее. Перечислять можно долго. Мы можем оказаться вообще без детского отдыха и очень сложно сказать, что лучше, вот такая перестраховка, которая началась сейчас, или то, что у нас дети останутся вообще, так сказать, без отдыха и, соответственно, здоровье их будет подорвано в системном порядке, миллионов детей. Спасибо большое. Сергей Владимирович, Вы очень много интересных тем подняли, особенно, конечно, это несовершенство отбора операторов, формальное использование закона, когда цена и качество – это, в данном случае, совершенно диаметрально противоположные вещи. Следующее выступление у нас у Юрченко Александра Васильевича, директора Института проблем безопасности Высшей школы экономики, безопасность детского туризма. Пожалуйста, Александр Васильевич. Игорь Алексеевич, большое спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я должен сразу заявить, что, конечно, я не работаю внутри отрасли туризма и имею к ней отношение только как, прежде всего, пользователь услуг. Но по основной своей работе я вынужден анализировать те вещи, которые связаны с безопасностью любого вида человеческой деятельности. Предшествующий оратор совершенно правильно сказал о том, что вопросы, связанные с безопасностью жизнедеятельности, они теперь уже по фактам, по трагедии в Карелии, будут оценены следствием по возбужденному уголовному делу. Есть специалисты, которые занимаются этой областью. И, скажем так, ностальгируя по советскому прошлому, можно сказать о том, что в соответствии с той нормативной базой, которая была в тот период, нам с вами до нее идти еще очень далеко. Второе. Я хотел бы построить свое выступление из двух частей. Первая часть от частного к общему, а вторая часть от общего к частному. С учетом того, что я не внутри отрасли, но мне пришлось очень много поездить и по нашей стране, и по миру, я вам должен сказать, что, конечно, тот период, когда в 1991 году Российская Федерация встала на путь развития демократического правового государства с экономикой рыночного типа, упал так называемый железный занавес, все мы с удовольствием решили посмотреть, что происходит за этим занавесом сейчас. И у нас открылся очень большой сектор выездного туризма в стране. Им воспользовались миллионы людей, в том числе и со своими детьми. В это время въездной туризм и внутренний туризм, они немножечко загибались. Въездной туризм в основном базировался на Москве и Санкт-Петербурге, а внутренний туризм – это была сфера деятельности самодеятельных туристов. Вот здесь на этом слайде я привожу сопоставление, но я думаю, такое сопоставление могут провести все. Однажды мне пришлось побывать в Намибии, в таком лагере за несколько сотен километров от столицы этого государства. Это было в 2001 году, первый раз. Я вам скажу, что там созданы такие условия, которые мы сейчас даже в Артеке, вернувшемся в состав России, с вами не увидим. И это делает простое африканское государство, которое от нас в сторону богатства ничем не отличается. Правда, в последнее время они были переменным членом Совета Безопасности ООН. Идем дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Я прихожу в сторону экономики. Коллеги, мы должны с вами понимать, что туризм вообще, как и детский в частности, они отнесены к сфере предпринимательской деятельности. Мы с вами сейчас рассуждаем, руководствуясь идеологией пионерского движения. Лагерь тот, лагерь сет, значит, инструктора не готовы, у них нет профессий. Коллеги, у нас не создана экономическая база для этого вида предпринимательской деятельности. Этот вид деятельности живет на подачке муниципальных властей регионов России и федерального бюджета. Это не бизнес. Мы должны думать, какой бизнес должен развиваться внутри. Поэтому я не хотел бы говорить и пить по хвостам, потому что следствие, оно все равно проанализирует причины и условия. Но мне кажется, первая системная проблема, она в том, что сектор не развивается как бизнес, в нем не генерируются финансы, которые должны были бы материализоваться внутри бизнес-единицы этого сектора. Пожалуйста, следующий слайд. Вот у каждого так называемого туристского лагеря, у него есть три среды, в которых он работает. Это внутренняя среда, это среда задач, с которой он сталкивается каждый день. И это общая внешняя среда, это законодательная база, это культура нашего общества. Это технологии, это политика, это международные отношения. Политика играет большую роль. Произошли известные происшествия в Египте и в Турции. И все, миллионы наших сограждан туда не поехали. Это очень важно для каждой организации. Идем дальше. Пролистнем эти все риски, я их перечисляю, кому интересно с ними ознакомиться. Идем в следующий слайд. Еще следующий слайд. Нет, прошу прощения, предыдущий. Вот здесь я хотел показать очень важную внутри, значит, внешней среды задач. Очень важная категория – это клиент. Потребитель услуг, которые генерирует туристский сектор. Здесь клиент сложный. Как мы видим, взрослые, они заказывают и оплачивают эти услуги. А дети являются потребителями услуг в сфере детского туризма. Вот очень сложная ситуация, тем более коллеги уже говорили о том, что, значит, детям, родителям иногда сложно контролировать, каким образом дети этот досуг проводят. И это тоже очень важно. Идем дальше. Следующий слайд. Риски и угрозы. Они есть везде. И они есть внутри самих компаний. Вот для меня, как специалиста по безопасности, и я соглашусь с Сергеем Владимировичем, который выступал до меня, о том, что вот этот пример печальный – это следствие реализованных угроз во всех направлениях. И внутри компании в том числе. Потому что они оказались нерешенными. Но они, я бы хотел обратиться к всем, они не одиноки. Вот по этому пути могут пойти и все остальные. Прошу, пожалуйста, следующий слайд. Вот, чтобы завершить окончательно с тем, что, значит, мы говорим об общем, мне кажется, что индустрия детского туризма, она требует длинных инвестиций. Она требует создания инфраструктуры. Инфраструктурные проекты без государства невозможны. И мы с вами должны понимать. Вот мне приходилось иметь отношение к одному маленькому проекту на берегу Ладожского озера. Это 10-12 лет окупаемости. Это не экономия на спичках, да? Как мы с вами понимаем. Дальше мне кажется, что сейчас может последовать такая волна, когда государственные органы, уполномоченные контролировать, они начнут детский туризм в первую очередь контролировать по всем направлениям. С одной стороны, да, за этим стоят жизни детей. С другой стороны, наверное, пора уже создать профессиональное сообщество. Должны быть саморегулируемые организации, у них должны быть понятные условия деятельности и должен быть обязательный внешний ежегодный аудит. Сфера аудита, она предельно тщательно регламентирована. Это внешняя оценка, которая не позволит преодолевать все остальное. Когда у нас бизнес заработает как бизнес, у нас будут средства, чтобы оплачивать не 17-летних мальчиков, которых мы назовем в кавычках инструкторами, а мы сможем туда нанимать конкретных людей. Иначе, к сожалению, коллеги, нельзя. Мы сами себе должны задать вопрос, кто из нас пойдет в пионерский лагерь инструктором? Вы пойдете, да, и я пойду в свободное время. Но у меня есть основная работа и нужно кормить семью. Коллеги, теперь от общего частному. Вот ситуация с парк-отелем «Сямозеро». Национальное кредитное бюро, есть такая организация, которую создавала в том числе и торгово-промышленная палата Российской Федерации, она провела анализ госзакупок. Вот вы видите с левой стороны фигурку, которая изображает решетую Лену Васильевну, у которой кроме парк-отеля есть еще 9 бизнесов, которыми она достаточно активно занимается. С заказчиком этих услуг, ГБУ, ДТС, ЗН города Москвы, который возглавляет Петросян Владимир Аршакович, они взаимодействуют уже давно. Чтобы ваше внимание не овладевали, большое количество этих конкурсов, их более 40 за последнее время. По всем этим конкурсам здесь наиболее значительные цифры. Последний трагический конкурс, он стоил 45 миллионов 500 тысяч рублей. Во всех этих конкурсах, кроме парк-отеля, участвовало открытое акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью «Карелия Оупен», в которой уже установлено, что она аффилирована с парк-отелем. Везде на этих конкурсах было только две организации. У меня возникает вопрос, а чиновники Москвы, уважаемые, а где вы были и на что вы смотрели? Отсюда сразу очевидно, что конкурсы эти были заранее оговорены. И вот я бы сейчас рекомендовал правоохранительным органам посмотреть, каким образом эти средства поступили на счет парк-отеля, где они и в каком объеме были обналичены, и в какой карман они поступили дальше. Коллеги, я говорю с возмущением, это понятно. Мы все не любим коррупцию, но она есть рядом и она есть в этой отрасли. И мы должны понимать, что она есть практически везде. И вот когда люди получают определенные деньги, как вы видите, до этого там не везде по 45 миллионов, там есть и 13, есть и 19, а есть и 1 миллион, и 3 миллиона. Мы должны понимать, что часть этих средств возвращается к чиновникам, которые являются бенефициарами. И это тоже такая сфера, в которой, мне кажется, и торгово-промышленная палата должны обращать серьезное внимание и инициировать вмешательство правоохранительных органов в эту область. Чем меньше будет коррупции в области, тем больше средств пойдет на нужные цели. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Александр Васильевич. Вот знаете, все-таки, мне кажется, вот еще в 2013 году... ...в данном случае совершенно диаметрально противоположные вещи. Следующее выступление у нас у Юрченко. Основные причины как бы отрабатывали проблематики детского туризма. Между прочим, коррупция в детском туризме в числе главных пяти причин тоже состояла. Не очень бы согласилась я с вами, что совершенно прям отсутствует бизнес вот в таком уже, вот в детском и отдыхе, и в детских путешествиях все-таки он есть. У нас есть и туроператоры, которые неплохо работают с детским туризмом. Есть и те, кто с активным, например, Матвей Шпаро, есть у нас туроператоры. Дальше будет на Семи Холмах у нас туроператоры, которые, мне кажется, в основном детским туризмом занимаются. Просто здесь, знаете, очень важно, мы всегда говорим про плохих. Давайте когда-нибудь будем начинать говорить про хороших. Давайте вот, вот мне понравился как бы ваш посыл к тому, что не только кнутами, да, пряники тоже должны быть. Наверное, какие-то длинные кредиты должны быть. Наверное, какое-то высвечивание должно быть тех, кто лучше. У них, как правило, путевки дороже. Это тоже факт. И они, как правило, ни на какие аукционы не идут, потому что это заведомо, ну, бессмысленно. И это тоже факт. Но важнейший, конечно, вопрос, кто, да, и вот о подготовке кадров в детской индустрии. Очень хочется послушать вас, Виктор Иванович. Спасибо. Вы же мои коллеги, я хотел бы прежде всего сказать, что туризм детский, это не только, как сегодня прозвучала, задача бизнеса. Это важнейшая государственная задача. Воспитание молодого поколения, восстановление и развитие физических, духовных, интеллектуальных сил. Вот, что должно лечь и ложиться в основу развития детского туризма. И кто его начал в нашей стране? В 2012 году наш президент Путин дал поручение развивать детский туризм. И здесь товарищи, которые присутствуют, вот, они внесли такой вклад в это дело, я хочу это особенно участвовать. И роль Ольги Анатольевны Санаева и Сергея Владимировича Менделевича. Они действительно стучались в закрытые двери, в том числе и в двери бизнеса сами, его представляя, для того, чтобы создать то, что мы сегодня имеем. Я хочу обратить внимание тех, кто нас слышит и видит, что сейчас в нынешней вот такой, в каком-то смысле, кризисной ситуации нельзя перейти к тому, что, знаете, как у нас сначала массово начали сегодня открывать объекты детского и юношеского туризма, летнего отдыха и так далее. А теперь мы начинаем их массово, практические примеры, если где-то мы привыкли, закрывать. Вот эта шара, ходить из стороны в сторону, связана, на мой взгляд, прежде всего с тем, что практически, действительно, эта сфера важнейшей деятельности в нашей стране не обеспечена кадрами. Никак не обеспечена. И вы посмотрите, кто там организовывал в этой же здравнице, на этой базе, реально управлял процессами организации туризма детей. Это студенты колледжей, 17-18 лет, которые не прошли соответствующих курсов специальной подготовки и повышения квалификации, не имели соответствующих документов на это, а не должны были на самом деле все это иметь. И вот такая ситуация, к сожалению, повсеместна. Более того, вообще, вроде бы мы сейчас активно развиваем в стране внутренний и въездной туризм. Сегодня говорили о Турции, о Египте, 7 миллионов и так далее. Все теперь в России можно развивать. А вы знаете, что практически в два раза сократилось количество вузов и филиалов, которые готовят по этим направлениям за последние полтора года. А вы знаете, что у нас всего два десятка вузов сохранились, их было столько же, которые готовят специалистов как раз к самому близкому направлению. Это рекреация и спортивный и оздоровительный туризм на базе вузов физической культуры и спорта. У нас 85 регионов. И в каждом регионе нам надо создавать систему оздоровления нашего молодого поколения детей и юношеского. И в этом смысле, вот я сейчас обращаюсь к нашим регионам, а вы знаете, кто в ваших вузах готовит кадры для работы вот в этой сфере деятельности? Думаю, что вряд ли кто-то сейчас сходу ответит, да, я знаю. А вы внимательно посмотрите, вы увидите, никто практически не готовит. Можно много говорить на эту тему, но ясно одно, что надо искать выход. Поэтому буквально два дня назад я участвовал в очень важном совещании, которое проводится уже пятый год по инициативе Ростуризма, который при себе создал Межведомственный координационный совет по подготовке кадров для индустрии туризма. Так вот, что обсуждалось? Обсуждалось на этом совещании, очень важном, общероссийском, при участии порядка двухсот его представителей из всех регионов страны, общенациональной системы подготовки и переподготовки кадров для индустрии туризма. В том числе и по этим направлениям, как выяснилось, практически еще нет ни профессиональных стандартов, ни образовательных программ, а в этом году мы массово, и мы это видим по всей стране, во всех регионах, потому что действительно заработала комиссия при правительстве по детскому туризму и так далее, начали это массово развивать. Напомню, вот сегодня говорили 8 миллионов, а в советское время 90% детей наших оздоравливались в летнее время. Вот, и остальные в лагерях, которые были в городах, населенных пунктах. Поэтому мы, наверное, к этому рано или поздно придем, поэтому вот те средства, которые государство выделило, как, знаете, такое стартовое, вот в прошлом, позапрошлом году и далее на развитие детского туризма, именно это позволило, а не бизнес, не рынок, да, вот, потому что длинные деньги, долго отбиваются, мы же знаем, где он развивается, этот рынок и как. Вот то, что сегодня приводились примеры по поводу того, как тендеры организуются, все мы все знаем, но почему-то ничего не делается для того, чтобы эти безобразия прекратить. И на местах это можно спокойно делать, вот, и регионы должны на это тоже обратить внимание. Мне кажется, что вот это главное. Ну и в этой связи я хотел бы сказать следующее. Вот сейчас, не знаю, когда закончится, реорганизация, реформирование, оптимизация системы профессионального образования у нас в стране, и в частности для индустрии туризма. Вот, и сейчас, может быть, как раз тот самый момент, когда надо в эту систему, пока еще как-то функционирующую, но скукоживающуюся, сжимающуюся, вот, вставить те программы образовательные, которые сама жизнь доставляет, вставлять и готовить по ним. И вот в этом смысле я считаю, что программы дополнительного образования в этой общенациональной системе, которая уже два года создается, на которую выделяются, кстати, бюджетные деньги, и по ним готовят вузы в регионах России площадки, выделившиеся под это. В том году 5 тысяч было человек уже обучено бесплатно за государственный счет. Сейчас порядка 10 в этом году тысяч планируется. Вот они могут стать, эти площадки, по существу, теми точками, в рамках которых можно готовить кадры, и повышать квалификацию, и подготовку вести по этим направлениям того же студенчества, и с педвузов, и с колледжей, и тех, кто пожелает вообще дальше в этой сфере работы. Ну а что касается заработной платы, то, конечно, эта проблема очень важная, но поверьте мне, что очень много людей, которые просто искренне любят работу с детьми, кружковой работы с удовольствием, на три летних месяца могли бы выезжать туда и работать, может быть, за скромную зарплату. В каждом регионе такие люди наверняка найдутся. Вы посмотрите, с каким выдушевлением наши волонтеры участвуют в серьезных для государства мероприятиях. Бесплатно. Поэтому это, по-моему, в нашем менталитете есть, было, есть и будет, я надеюсь. Поэтому мое выступление связано прежде всего с тем, чтобы сейчас безотлагательно предложить комплекс программ доп. образования, повышения квалификации, которые могли бы обеспечить безопасность прежде всего наших детей отдыхающих, возможность им разнообразно отдыхать, а это и кружковая работа, это и экскурсии, это те же самые сплавы, путешествия и походы, и это все требует, ну, с полдюжины таких вот дополнительных программ образования, которые бы были заранее, ну, в определенное время уже спроектированы и могли бы быть реализованы тем контингентом, который будет потом работать вот в летнее время в этих оздоровительных лагерях и прочее. Но я считаю, что надо идти дальше. Надо, если уж мы хотим нашу систему образования преобразовывать, то нам надо думать о том, чтобы она была более дезинфицирована. Не только там зимой дети сидели в Москве и учились в наших школах, а только летом могли возможность, а можно сделать ее более интересной, привлекательной. Ведь у нас же есть такой опыт, и сейчас Крым теперь опять стал нашинский, и там только в Евпатории более ста детских санаториев, работающих круглогодично, большая часть из них. И дети туда приезжают и оздоравливаться, и учиться. Может быть, нечто подобное делать и в плане других форм организации отдыха детей, сочетая учебу с разного рода. У нас и спортивные школы есть, и направления деятельности. Вот поэтому мне думается, что тут надо еще в этом отношении подумать и принять соответствующее решение. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Иванович. И спасибо вам огромное, как заведующему кафедрой рекреационной географии и туризма МГУ, за тех детей, за тех уже выпускников, которые потом к нам приходят, потому что, конечно, знания, которые они у вас получают, они еще и практически ориентированы. Спасибо большое. И позвольте предоставить слово Козловской Татьяне Сергеевне, члену Координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ, генеральному директору компании Интерс, который расскажет про проект «Живые уроки». Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. У меня сегодня очень интересная тема про «Живые уроки». Но в связи с тем, что сегодня очень много внимания уделяется последним событиям в сфере детского туризма, хочу просто выразить свое мнение, что прежде всего сейчас все говорят о качестве. Но самое странное, что когда выдвигаются тендеры и снижение идет до 40-50%, конечно же, не учитывается ни профессионализм, ни качество. И понятно, что за те деньги, конечно, дети и не доедают, наверное, и не досыпают и так далее. И вот это прежде всего должно стать во главу угла при решении всех остальных проблем. Ну, а я перейду к проекту «Живые уроки». Это очень интересный проект, который родился, собственно говоря, из московских уроков. И большую роль в этом сыграл «Мостурпул» в разработке таких маршрутов. Это ассоциация московских туроператоров по внутреннему и вездному туризму. И в настоящий момент в ассоциацию входит 14 туроператоров, в том числе НТК «Интурист», «Рузовитров», «Анкор», «Интер», «Старитур» и так далее. И, конечно же, мы очень много сделали для того, чтобы московские уроки встали в один ряд с такими крупными детскими программами. И... дальше, дальше. И московская неделя, и московские каникулы и так далее. Еще подальше, пожалуйста. Ну и хочется сказать... Еще, еще, еще. Еще. Хочется сказать, что в Москве, в общем-то, особое место в спектре предложений занимает туры для детей. И были проведены две конференции по детско-образовательному туризму. После чего, в общем-то, стали разрабатывать подобные туры и туроператоры из других регионов России. Возникли такие, как байкальские уроки, как классные путешествия в Ярославле и так далее. Что попытки объединить обучение, воспитание и туризм делаются давно. И живая в визуализации учебных программ, это один из главных мировых трендов в подростковом туризме. Организуя экскурсионные туры по Европе, мы часто наблюдали, как в Италии дети изучают биологию на берегу моря. В Польше заполняют рабочие тетради, собирая материалы, например, в музее Шопена, а в Германии – музей почвоведения или в Дрезденской галерее. Ориентируясь на европейский опыт, с 2011 года мы приступили к разработке туров московские уроки. И анализ школьных программ в разных классах показал, что в столице практически по каждому предмету можно проводить музейные, городские и выездные экскурсии. В Москве очень много музеев литературной тематики, много мест связанных с пребыванием в Москве таких писателей, как Кушкин, Толстой, Чехов, Гулгаков и так далее. И городские экскурсии можно сочетать с посещением музеев. Например, посещение музея-квартира Пушкина на Арбате, или музей Пушкина на Пречистенке, или музей Льва Толстого в Хамовниках и так далее. Историю можно изучать в Государственном историческом музее, в музее Панораме Великой Отечественной войны, в музеях Московского Кремля. Сейчас очень моден экспериментанию. Пребудущее, пожалуйста. Ну и буквально каждый предмет можно изучать действительно, расширять свои знания в музеях. И вот эта таблица сейчас, пример такой таблицы для девятых классов представляет как раз предметы, темы образовательной экскурсии и музеи, где они проводятся, эти образовательные экскурсии. То есть помимо таких программ, есть еще программы, которые строятся с выезда в близлежащие города. Но для Москвы это как раз очень актуально, потому что если в Москву приезжают дети из дальних регионов, конечно же они хотят как можно больше посмотреть. И вот такие вот тематические программы, они как раз и дают такую возможность. Например, Москва, Сергей Фасад, Александр, Москва, 2 4-6 классов, там главная тема это Иван Грозный. Затем, например, Москва, Коломна, Константинова, Рязань для 7-8 классов. Ну понятно, что здесь Сергей Сенин очень подробно разбирается его творчество. Затем Москва, Бернова, Тверь, Торжок, Москва. Москва, Ясная Поляна, Орел с Паской, Лутовинова, Тула. Ну то есть здесь, конечно, очень много литературных экскурсий и связанных с творчеством наших великих писателей. Затем появление подобных маршрутах, конечно же, показывает, что наша страна располагает огромными ресурсами для развития образовательного туризма. Это и природные заповедники, и музеи, и мемориальные комплексы, и учреждения культуры, и промышленные предприятия. И, собственно говоря, на сегодняшний день в России есть все предпосылки для застания системы детского экскурсионно-образовательного туризма. Основой такой системы как раз и может стать проект «Живые уроки». Что же такое «Живые уроки»? Это образовательные экскурсии, экскурсионно-образовательные туры, разработанные в соответствии с учебными программами по определенным предметам на базе туристских ресурсов субъектов Российской Федерации. Проект направлен на внедрение туристско-экскурсионных мероприятий в образовательные программы общего и профессионального образования в соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2020 года. В проект «Живые уроки» на сегодняшний день включились 11 субъектов Российской Федерации, в том числе это Республика Хакасия, Чувашская Республика, Свердловская область, Республика Бурятия, Татарстан, Мариэл, Пермский край, Астраханская область, Кировская область, Курганская область, Челябинская область. И на сегодняшний день прошли уже две конференции межрегиональные. Первая была в Чебоксарах, организатором выступило правительство Чувашской Республики, а в Екатеринбурге вторая прошла конференция, где организатором было Министерство культуры Российской Федерации. Ну и востребованность данного проекта, она основана прежде всего на сочетании образования и туризма. В области образования и воспитания детей основные задачи, которые выполняет данный проект, это расширение и закрепление знаний по школьным предметам, повышение интеллектуального, культурного и духовного уровня, воспитание гражданской патриотической позиции, продолжение национальных традиций, развитие творческих способностей, формирование ключевых компетенций обучающихся. В области туриндустрии основные задачи это развитие внутреннего и въездного туризма, организация проведения экскурсионно-образовательных туров и формирование целенаправленных турпотоков школьников, как во время школьных каникул, так и в течение всего учебного года. Это обмен школьными и студенческими группами между регионами, участниками проекта и повышение туристской привлекательности регионов. Влияние на экономический рост субъектов Российской Федерации это планомерная загрузка музеев, заповедников, транспортных предприятий, гостиниц, объектов питания, повышение качества, создание новых туристских объектов, создание новых рабочих мест, строительство дорог и придорожной инфраструктуры, развитие частного государственного партнерства. Что предполагает участие в проекте? Это создание в каждом регионе системы детских образовательных экскурсий, внутрирегиональных и межрегиональных маршрутов, разработанных по единым требованиям и утвержденных экспертным советом. Обеспечение высокого уровня оказываемых услуг и добровольную сертификацию туроператоров, экскурсоводов, объектов размещения, питания и показов. Проведение межрегиональных мероприятий, туристно-образовательной направленности, конкурсов, фестивалей, форумов для детей. Совместное продвижение экскурсионных мероприятий межрегиональных участников проекта, выпуск каталогов, размещения на сайте, участие в выставках и так далее. Ну и разработка инновационных методов позволит построить систему и тиражировать успешные практики в другие регионы России. Спасибо большое. Вот то, что я хотела рассказать про живые уроки. И я думаю, что этот проект уже на сегодняшний день изъявило желание участвовать еще 6 регионов Российской Федерации. Проект востребован, конечно, и даже руководители муниципальных органов власти говорят, что этот проект мы ждали давно. Я думаю, что он будет развиваться. Приглашаем те регионы, которые еще не вступили в этот проект, поучаствовать. Ну и сделать для себя соответствующую систему детских региональных маршрутов. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна Сергеевна. Очень, как бы, ну вот, мне кажется, так кропотливо выписана вся методика. И рекомендую вот эту презентацию тоже хорошо посмотреть. И также, вы знаете, в этом еще очень хорошо и много трудился у нас Урал, Центр развития туризма Свердловской области. Вот если вы обратитесь на их сайты, там тоже великолепно выписанная методика с подачей того, как должны быть составлены и материалы, и рабочие тетради для детей. Тоже очень интересном формате и очень, мне кажется, правильно. И главное, чтобы потом они все это осуществили. Вот поэтому за такими, наверное, проектами будущее в образовательном детском туризме. Есть еще один очень красивый проект, мне он очень нравится. Он называется «Узор городов России». Я попрошу Сургуладзе Елену Александровну, заместителя руководителя комиссии детско-юношеского туризма общественного совета «Прирост туризме», который является руководителем Координационного центра проекта «Узоры городов России» и директором «Спорт-тур-консалтинг» рассказать об этом проекте. Добрый день, дорогие участники вебинара. Прежде чем я расскажу о проекте «Узоры городов России», мне бы хотелось подчеркнуть то, что развитие детского туризма в России – это прежде всего государственная политика. И частный бизнес должен идти за правительством и должен иметь вектор движения. Вот я считаю, задача нас, как активных участников формирования детского туризма, обязательно необходимо сформировать этот вектор движения, потому что туристические компании, турбизнес, они готовы поддерживать. Им надо дать правильные и четкие указания, что делать, чтобы они не конкурировали друг с другом, а целенаправленно вкладывали общие усилия в ту проблему, которая существует. Это первый момент. И второй момент, на который я хотела бы обратить внимание, это те резервы, которые имеет наше государство. Именно по решению кадровых вопросов по работе с детьми в период летних каникул. Дело в том, что у нас в России огромное количество спортивных звезд, людей, имеющих прекрасное образование, умеющих красиво рассказать о своем виде спорта. Я много, как практик, много лет работаю с Олимпийским комитетом, с олимпийскими чемпионами, которые уже в настоящий момент перестали принимать участие в соревнованиях. И я вижу такую картину, что, например, Соединенные Штаты Америки ежегодно приглашают наших спортсменов в летние лагеря для приведения тематических смен. Очень большой популярностью пользуются наши спортсмены, такие как Алексей Немов и ряд других. И мне непонятно, почему эти люди не принимают участие в работе наших замечательных каких-то детских спортивных школ летнего направления, работы. Я думаю, что вот этот вопрос надо как-то заострить и действительно активизировать. И к этой работе надо привлечь и Олимпийский комитет, потому что существует Союз спортсменов России, который очень активно работает с регионами по организации именно детских каких-то программ, по организации выступлений, соревнований и прочих мероприятий. Я думаю, что они помогут решить те проблемы кадровые, которые сейчас существуют, учитывая еще тот момент, что закрываются ВУЗы и специалисты не готовятся. Нам их не хватает. И теперь я приступлю уже к рассказу о проекте УЗОРа городов России. Значит, этот проект Межрегиональный культурно-познавательный Министерства культуры Российской Федерации. Он образовался в 2012 году. И в настоящий момент этот проект имеет уже колоссальным опытом, есть перспективы развития, есть различные интересные формы сотрудничества между регионами, которые уже апробированы. Поэтому мы с удовольствием ждем к участию новые регионы, готовые делиться своим опытом. Можно следующие с вами? Значит, этот проект, как уже и говорилось, появился как итог выступления Владимира Владимировича Путина, заостривший внимание на том, что необходимо проводить патриотическую работу, необходимо искать и разрабатывать новые формы. Вот одна из новых форм, следующую страничку, это как раз проект УЗОРы городов России, который вошел в план деятельности Министерства культуры до 2018 года. И наряду с такими проектами, как «Русские усадьбы», «Великий шелковый путь», «Серебряное ожерелье» занял в нем достойное место. Следующий можно слайд? Значит, Министерство культуры Российской Федерации оказывает нам информационную поддержку и организационную поддержку. Следующий сайт, пожалуйста. И организаторами проекта стали семь регионов. Это Владимирская, Вологодская, Ивановская, Кстромская, Московская, Нижегородская, Ярославская области. Что особенно интересно, что организаторами, инициаторами развития этого проекта стали именно административные структуры, у которых есть интересные наработки по народным промыслам, интересные традиции. Поэтому вот родился такой проект, который, по-моему, в настоящий момент единственный, целенаправленно посвященный культуре народов России, народным промыслам и ремеслам. Можно следующий слайд? Значит, круг участников проекта постоянно расширяется. Следующий слайд нужно. Но единственная проблема в том, что для вхождения в этот проект регионам требуется где-то от 6 до 12 месяцев, потому что каждая область проводит конкурсный отбор, создает совместно с турбизнесом области новый турпродукт. И только после того, как этот турпродукт создан и прошла конкурсная комиссия, отбирается 7 маршрутов, которые входят уже в определенный такой новый реестр маршрутов проекта. Следующий слайд. Можно? Значит, в настоящий момент у нас разработано 38 маршрутов, в котором участвует 28 туроператоров. Причем все туроператоры, они еще проходят определенный тоже очень такой пристальный отбор со стороны административной структуры областей, так как у них должны быть естественным образом все документы в полном порядке, оформлены страховые обязательства, и при этом они должны иметь безукоризненную репутацию по организации именно детского туризма. Это очень важный аспект. И от каждой области, которая входит в проект, два человека входят в рабочую группу проекта, которые курируют выполнение проекта в регионе, и которые помогают существовать координацию. Следующий. Можно? Да. Значит, далее я вас попрошу в автоматическом режиме запустить эту презентацию. Я в конце просто, если будут вопросы, я на них отвечу. Я буду рассказывать о том, что сейчас нам удалось сделать в автоматическом режиме. Пустите, пожалуйста. Значит, что наиболее интересно в этом проекте, это то, что мы сделали все возможное для того, чтобы у нас проекты не дублировали. Понятно, что в каждой области есть какие-то определенные ремесла, которые повторяются, но при этом есть приоритетные бренды областей. Вологодское кружево в Вологодской области, Северная Челленд. Поэтому уже на берегу мы договорились, что каждая область выбирает и заявляет определенные ремесла, которые мы будем продвигать в рамках наших программ. Причем, значит, интересно то, что поскольку проект, конечно, мы имеем целью сделать кольцевой, но это очень сложно в наших условиях. Поэтому в настоящий момент развиваются векторные направления движения, то есть культурный обмен группами в рамках двух-трех областей. Причем были утверждены и выработаны единые требования к разработке турпродукта. Они у нас прописаны, то есть это количество дней, это стоимость, это условия размещения, проживания, требования к персоналу, который работает в рамках этого проекта. И каждая область подготовила перечень тех фестивалей для детей, которые мы делаем уже как событийный туризм для детей, которые постоянно у нас занимаются в каких-то школах искусств и занимаются ремеслами. Вот, пожалуйста, вот это вам представлены как раз те фестивали, которые у нас заявлены в рамках работы проекта. И интересные мероприятия. Вот, пожалуйста, мы проводили такой событийный проект, это в Великом Устюге. Приезжали дети, также в автоматическом режиме, пожалуйста, отпустите. Ну вот, приезжали дети из семи регионов участников. Их задача была в обязательном порядке подготовить презентацию края. Все в автоматическом режиме до конца, да. Да, подготовить туристическую презентацию достопримечательностей родного края. При этом они демонстрировали ремесла, развитые в родном крае, и танцевали, пели. То есть это достаточно сложный конкурс, на основе которого у нас дети получали определенные призы, награды. И вот такие конкурсы у нас проводятся во всех регионах участников этого проекта. Помимо того, что у нас появилась такая программа, посвященная ремеслам, у нас еще появились некоторые программы по образовательному туризму. Вот, пожалуйста, мы делали программу «Вологочина из космоса». Когда дети делали самостоятельные маршруты по регионам с помощью космических технологий и навигационных программ. И потом по этим маршрутам они ездили уже по области. Вот это коротко об этом проекте. Поэтому будем рады, если какие-то регионы сегодня услышат, увидят, откликнутся. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Елена Александровна. И вот, наверное, в продолжение про сувениры уже для детей. Давайте послушаем Кривошейу Татьяну Михайловну. Это руководитель проекта Содружества народных и независимых музеев, доцент Российского государственного университета туризма и сервиса. Ольга Анатольевна, спасибо вам за предоставленное слово. Уважаемые коллеги, рада, что вас здесь всех вижу. И могу присоединиться к этому вебинару. То, о чем я хочу сегодня сказать, это действительно продолжение всех замечательных проектов, которые реализуются у нас по направлению внутреннего туризма для детей. И хотелось бы вот о чем сказать. Что сувениры всегда рассматривались в традиционной форме. Это как подарок, который увозится на память. Но вот, когда мы переходим к детским программам, то здесь, наверное, нужно еще сказать, что он совсем другую нагрузку приобретает. И в первую очередь, это побуждение ребенка к тому, чтобы он уже и в домашних условиях, после того, как он вернулся из замечательной поездки, занимался той темой, с которой он познакомился на туристическом объекте. Вот, если можно, следующие слайды, пожалуйста. В двух словах просто, что ребенка, наверное, все-таки труднее увлечь, чем взрослого, потому что ему нужно создать именно такой вау-эффект, как в маркетинге называется. То есть ему должно быть интересно. И вот как раз сувенир – это продолжение всех активностей, которые в программах сейчас используются, развиваются и применяются, в том числе и в классических музеях, в музеях изобразительных, искусств исторических, и в том числе и на объектах, которые являются искусственными аттракциями. То есть где, будем говорить, от начала до конца вся история является постановочной. То есть это такой бизнес-проект. Следующий, пожалуйста. Сувенир – это еще и коммуникация, коммуникация с потребителем. И вот здесь уже у нас прозвучало, что когда мы говорим о детском туризме, то здесь у нас существует как бы две категории потребителей. Это и ребенок, который как раз участвует, и родитель, который ему тоже, будем говорить, должно быть интересно, чтобы у ребенка были позитивные впечатления от программы. И если мы будем рассматривать вот эту историю с сувениром, то можно сказать, что практик сейчас у нас есть очень много успешных. Но чем, будем говорить, дальше от центров развития туризма, от Золотого кольца, от Москвы и от Санкт-Петербурга, тем все меньше и меньше этих практик, потому что они просто недоступны, может быть, для ознакомлений или не хватает ресурсов. Следующие, пожалуйста, слайды. Вот сегодня уже звучал замечательный музей-эксперинентариум, который работает на территории Москвы и не только, и является как бы сетевым таким агентом детского туризма. И как раз вот здесь есть такие истории с продолжением. То есть этот музей предлагает в качестве сувениров приобретать те товары, которые потом могут изучаться ребенком уже дома. Следующий, пожалуйста, слайд. Мы, наверное, их сейчас пролистаем, потому что, ну, в принципе, вот этот вот расширенный, да, теперь уже стандарт услуг, которые на базе музеев или туристических объектов, таких как там день рождения или выпускные, сейчас уже не удивишь, да. Но вот все-таки что же он увезет с собой? Дальше, пожалуйста. Дальше. Это вот все практики, да, то, что сейчас у нас развивается, и это как бы действительно для детей интересно. И туроператоры, наверное, уже больше довольны, да, как бы тем, что туристские объекты вот предлагают. Вот, и вот переходя к сувениру дальше, здесь вот нужно сказать, что здесь сувенир как раз это как продолжение образовательной, воспитательной программы, как бы популяризации нашего культурного, исторического достояния. И вот здесь вот я привела несколько примеров, то, что уже есть, да, и то, что нравится и потребителю по отзыву, нравится и производителю, потому что не только как бы он стимулирует туризм, но и еще вот на базе, например, предприятий НХП видно то, что ребенок начинает понимать, что это за продукция народных художественных промыслов, и самое главное, как ее сейчас в современных условиях использовать. Потому что я думаю, что не секрет, что утеряна утилитарная функция, да, то есть ребенок, например, не понимает, зачем ему хлама дома, вот зачем она им, когда есть стеклянная посуда. Вот такие вот издания, которые в том числе и сувенирного характера, которые он может с туристического объекта отвезти, помимо того, что предполагают активность, то есть рассказывают о нашем промысле, да, они еще и показывают его утилитарную функцию в новых условиях. Это вот пример книги был, которая создана на императорском фарфоровом заводе, достаточно интересная. Ну вот переходим к следующей, это когда сувенир-игра, да, тоже сейчас огромное количество всевозможных лото, потешных карт, которые как бы на рынке представлены. Но когда мы начнем аналитировать их содержание, естественно, мы увидим то, что это в основном крупные музеи, да, то есть мы не встретим здесь ни муниципальных музеев, ни те, которые как бы развиваются как народные проекты, да, в качестве такого собирательства. Здесь, конечно, нужно объединение усилий. Объединение усилий общественных организаций, которые работают на территории регионов или муниципалитетов, и в том числе и учебных заведений. Вот я расскажу, как бы, как РГУТИС решил помочь Московской области, потому что, как бы, мы находимся на территории Московской области. Вот мы видим, если можно обратно, да, возвратные посещения, как их стимулировать. Есть проекты, да, которые, как бы, называются либо потешные карты, либо квест-карты, да, и тоже много издательских домов, которые как бы специализируются на этом. Но на что нужно здесь обратить внимание? Вот как раз по этому проекту, например, это карта Архангельского, я могу вам, как бы, пояснить, и очень, как бы, в книжных магазинах пользуется популярностью вот эта вот карта, но, к сожалению, она не представлена в самом Архангельском, вот нет ее. Хотя, как бы, понятно, что если заранее мы ее приобретаем, то, может быть, это и будет стимулировать дополнительный интерес для того, чтобы мы эту усадьбу посетили. Однако же, вот, в сувенирном магазине непосредственно самой усадьбы они не представлены. Вот это вот тоже, как бы, такой вот, будем говорить, может быть, недоработка, да, но информационный контент нужно подбирать и расширять вот такие информационные сувениры. Вот еще одна такая замечательная практика на территории Санкт-Петербурга, она получает свое распространение. Есть замечательный музей, который называется «Музей русский левша», и вот его руководитель издал путеводитель в стихах, именно для детей. То есть, помимо того, что это качественно оформленная печатная продукция, которая выступает сувениром и продается в сувенирном магазине этого музея, стихи действительно, как бы, понятные ребенку, и дети их с удовольствием читают сами и пересказывают. Но здесь еще и есть побуждение к тому, чтобы можно было посетить объекты Санкт-Петербурга. То есть, в стихах постоянно на них отцы уйдет. Вот если мы посмотрим там на картинку, там написано, найди, да, то есть, соверши путешествие по городу и найди то, о чем рассказывается в этих стихах. Вот, следующий, пожалуйста. Гарантированный сувенир – это еще одна практика, которая сейчас развивается, и детям она, опять же, очень-очень приятная. Это когда ребенок приезжает на экскурсионную программу и увозит то, что он сделал своими руками из музея или из другого туробъекта. Здесь тоже можно сказать, что, ну, не все гладко, да. В зависимости от того, на чем построена экспозиция, да, иногда мастер-классы для детей достаточно трудны. И у ребенка, будем говорить, такое эмоциональное напряжение как-то существует. Вот сейчас Подмосковный музей Сергеев Фасада, исторический, вот, как раз занимается тем, чтобы адаптировать то, что у них представлено уже на мастер-классах для детей различного возраста, то есть различных возрастных групп, чтобы всем было эмоционально комфортно. И следующий, пожалуйста. Это вот проект, о котором, как бы я говорила, который был инициирован в Наргутис. Ольга Анатольевна присутствовала неоднократно, да, и даже ввела координационные советы по Московской области развитию детского туризма. И вот Аргутис вышел с такой инициативой к Московской области. В Московской области есть 12, как мы будем говорить, рэперных музеев, да, которые, как бы, включены в большинство программ по этому региону. И вот объединяя усилия нескольких наших факультетов, мы решили разработать вот такие вот тетради, да, для детей. Но это не рабочие тетради, а тетради впечатлений. То есть что ребенок увидел в регионе, почему, почему пришла такая идея. Потому что помимо того, что это сувенир, он его может увезти с собой, показывая, общаясь с другими детьми, он может его как раз побудить, совершить поездку именно, как бы, на те объекты, которые, как бы, представлены в этой тетради. Спасибо огромное. Надеюсь, что вот такая небольшая справка была полезна для всех, кто к нам присоединился. Спасибо большое, Татьяна Михайлович, много интересного. Особенное спасибо за регламент. И модное слово импортозамещение, да, но все-таки в сегодняшних условиях понятно, что некоторые программы, особенно выездного туризма, нужно менять на какие-то внутренние программы. И вот о специфике особенностей обслуживания детских групп, например, в Москве, расскажет Левина Ирина Владимировна, заместитель генерального директора Бюро путешествий на Семи Холмах. Большое спасибо, Ольга Анатольевна. Москва мой любимый и родной город, поэтому я сегодня буду говорить о нем. Она была, есть и будет популярным направлением для туристов. Приясните, пожалуйста. Именно со столицы идет изучение своей родины, родного края у школьных групп. Москва ежегодно развивается, реставрирует старые объекты и строит новые. Если посмотреть вкратце на Москву в цифрах, я могу много о Москве говорить, ее действительно очень люблю, то можно увидеть, как она множится, увеличивается. Четыре аэропорта гражданских, девять железнодорожных вокзалов, два речных порта, 200 станций метро. У нас в Москве лидирующее место занимает по количеству музеев. 365 музейных объектов в Москве и более 250 объектов размещения. За последние пять лет в Москве отреставрировано 616 памятников архитектуры. Сделано 12 пешеходных зон. Если до 2012 года в Москве была единственная улица пешеходная Арбата, сейчас таких зон 12. И, конечно же, развитие инфраструктуры дает огромные возможности делать наши туры яркими, незабываемыми, особенно для школьников. Что касается транспортной проблемы, Москва была лидирующим во всем мире городом и занимала 25 лет. По количеству пробок мы собирали пробки. С 2014 года у нас решена проблема, транспортная проблема, поскольку введен платный паркинг. И сейчас наши экскурсионные автобусы не опаздывают на наши экскурсионные объекты. А были случаи, когда мы вбегали в поезда, потому что стояли долго в пробках и иногда даже задерживали наши поезда, потому что наши группы могли не успеть из-за пробок в Москве на поезда. Но это было давно. Сейчас у нас действительно комфортно по передвижению наших экскурсионных групп. И приоритетное направление – это школьный туризм. У нас, московских туроператоров, конечно, мы несем огромную ответственность в обслуживании и в организации таких туров, экскурсионных туров в Москву. Что же входит в пакет услуг, которые мы оказываем? Естественно, мы делаем полный пакет. Конечно же, мы подбираем профессиональных гидов-экскурсоводов. Гиды проходят ежегодную аккредитацию в Москве. И, естественно, на детские группы гиды приходят, подготовленные к определенному возрасту, которые могут работать с той или иной группой детей. Естественно, автотранспортное обслуживание, Ольга Анатольевна уже говорила эту проблему, в Москве тоже она у нас как бы решается. И мы, естественно, работаем с автотранспортом, который оборудованной системой ГЛОНАСС и системой и ремней безопасности, и, конечно же, профессиональные водители. Заключаем договора с кафе и ресторанами города, которые разрабатывают специальное детское меню. Это тоже важно в наших турах. И, конечно же, гостиницы предоставляем объекты размещения, всевозможные дополнительные услуги. Как же строится один день в Москве? Так как через Москву очень много проходит туристический групп, и хочется всегда, чтобы детишки приезжали к нам не только на один день, но и приезжали на два, на пять дней, и несколько раз посещали Москву, потому что она действительно яркая и всегда меняется. Проводим обзорную экскурсию по городу, а также можем включать различные музеи по желанию всех туристов. Можно следующий слайд. По вариантам размещения. Сейчас прошло время, когда выбирали самые дешевые варианты размещения для детских групп. Две звезды уже практически наши туристы, школьники не берут. Поскольку в Москве очень много объектов размещения, и цены для школьных групп предлагаются действительно очень хорошие. То есть гостиницы снижают, специально делают детские тарифы для школьных групп. И поэтому школьники могут занимать и трехзвездочные гостиницы, и четырех, и даже пяти. Классические туры, которые мы, московские туроператоры, делаем, мы обязательно включаем наши классические объекты, обзорную экскурсию по городу, Кремль, оружейную палату, исторические музеи. Конечно же, в наших турах это и музей Великой Отечественной войны, на Поклонной горе, и Бородинская панорама. Но кроме этого, многие классику московскую меняют на всевозможные туры по направлениям литературным, историческим, военным, художественным. Что касается событийных туров в Москву, тоже предлагается для школьных групп большое количество туров. В Москве сейчас традиционно проходят фестивали, московские фестивали, вот летние фестивали начались с фестиваля времена и эпохи, заканчиваются с Пасской башней, далее осенью замечательный фестиваль в Круге света, и большое количество групп приезжает в Москву, школьных групп, на фестиваль Рождество в Москве, который проходит в рождественские каникулы. Также можно это перелеснуть, в новогодние каникулы, большой поток школьных групп идет в Москву, поскольку в этот период в Москве самые дешевые цены за весь годовой период. И я всегда удивляюсь, я очень часто езжу в регионы с разными ворс-шоу и удивляюсь ценам, которые есть в городах. Москва действительно самый дешевый город для размещения туристов, это так. Потому что в регионах дороже намного размещения, чем в Москве. И что касается, мы предлагаем разные туры, чтобы к нам ездили и ездили часто и приезжали с большим удовольствием и хотели приехать еще и еще раз. По европейской программе составлены туры для мини-групп, когда учитель не может набрать большое количество детей в группу и с пятью человеками захочет приехать к нам в Москву. Такое тоже возможно. Мы такие туры комбинируем, они есть у нас в разные-разные сезоны. Можно посетить таким образом тоже небольшим количеством школьников, а только маленькой мини-группой. И всевозможные музеи тоже включаются в программу. Какие-то необычные, новые, интерактивные программы, мастер-классы, квесты. Очень популярны у детей квесты, когда не просто это идет экскурсия, а в экскурсию включаем и ребусы, и загадки, и ориентирование на местности, выдается карта, ребята в конце экскурсии получают памятные призы. Таких программ в Москве много, это тоже развивается, и это очень интересно. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Ирина Владимировна. Мне очень приятно, что вот мы как-то... Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. У меня сегодня очень интересная тема, проект «Живые уроки». Пользуясь ситуацией, высветили наш город, потому что, конечно, пальма первенства принадлежит у нас во внутреннем туризме, в детском туризме Санкт-Петербургу, но все-таки, ну правда, нужно обратить внимание на город, в котором столько исторических и культурных слоев, и который как бы проседает в цене у нас именно в детские каникулы, потому что успейте, пока еще Москва остается все-таки бизнес-городом, и предлагает нам очень интересные стоимости и по отелям, и по другим, и по объектам. Успейте это делать в каникулы. Это, правда, очень важно, такой вот акцент на этом. И позвольте мы продолжим с темой автоматизации процессов при подготовке летней кампании «Опыт Мосгуртура». Нам расскажет Овчиньков Василий Владимирович, генеральный директор Мосгуртура. Коллеги, спасибо, во-первых, за приглашение, возможность поделиться каким-то опытом. Я бы хотел немного, может быть, вернуться и продолжить то, о чем говорили и Сергей Владимирович, и Александр Васильевич Юрченко по вопросам и детской безопасности, и организации отдыха, и отсутствия кадров, и контроля, и закупок, и распределения этих государственных путевок, которые... Мы в Москве в 2013 году, я тоже был соучастником процесса начала реформы, организации детского отдыха, и в 2014 году ГАУ «Мосгуртур» стал неким техническим решением промежуточным по реформе детского отдыха в городе. «Мосгуртур» является ответственным у департамента культуры, как ответственного органа исполнительной власти, за организацию детского отдыха. Конечно, есть исключения, это то, о чем мы говорили, что департамент социальной защиты имеет право самостоятельно организовывать отдых. Также есть исключения, когда это не детский отдых, а, например, программы доп. образования. Департамент образования тоже самостоятельно, это похоже на отдых, но является топ-образованием, там направляют город в Артек и другие федеральные проекты самостоятельно, а также без нашего участия детей. У города есть подведомственные учреждения, также у различных департаментов, на базе которых также осуществляется организованный отдых детей. Но «Мосгуртур» отвечает за 53 тысячи человек, детей, которые являются некими льготными категориями, находятся в трудной жизненной ситуации. Это те дети, которые имеют право отдохнуть за счет бюджета города Москвы. И нашим учреждением осуществляется их отдых. Итак, мы изначально, та команда людей, которая департаментом культуры была собрана для реформы и для организации отдыха, она, это команда людей, которые не имели отношения к отрасли детского отдыха, детского туризма, государственных каких-то программ, опять же, для исключения всех связей, аффилированности, коррупционных факторов и так далее. Это команда людей, которая непосредственно взглянула на организацию отдыха и начала и продолжает реформу, в основе которой лежит, конечно, то, о чем я хотел сказать. Это процесс некой технической и айтишной, в том числе, как следствие, автоматизации процесса организации отдыха, который позволяет для 50 тысяч детей в три месяца организовать полный цикл детского отдыха от момента, когда на портале госуслуг родители ребенка заявляются на получение этой госуслуги до момента его возвращения и передачи родителей. В основе реформы лежит, конечно, разделение, во-первых, то, что мы взяли на себя ответственность туроператора. Мы государственные учреждения, при этом туроператор, состоим в реестре, в турпомощи платим взносы, потому что у нас тоже есть элементы выездного туризма, состоим в ассоциациях туроператоров. В общем, похоже на обычную туроператорскую компанию, которая продукт по детскому отдыху самостоятельно формирует. Мы в 2013-2014 году реформировали закупки, разделив их на понятный рынку составляющий, когда мы отдельно закупаем транспортные услуги у транспортных компаний, где есть конкурентная среда. Мы отдельно закупаем, по сути, базы отдыха практически в аренду, но в некую сложную аренду, когда база берет на себя обязательства обеспечить бытовые условия проживания ребенка. От заселения процесса до наличия туалетной бумаги, чтобы все работало или, если ломалось, чинилось. И питание, безусловно. Плюс мы их в техническом здании нагружаем элементами реквизита, которые необходимы для организации программы. Мы отдельно закупаем страховой продукт, отдельно закупаем транспортную составляющую здесь, в Москве. Еще раз обращу ваше внимание, что большинство детей из этих 52 тысяч, для которых мы организовываем отдых, это выездной отдых из региона, из Москвы. Это не городской отдых, это все побережье Краснодарского края, Крыма, Севастополя. В этом году эксперимент у нас в Кавказских минеральных водах есть лагерь. Ну, конечно, есть средняя полоса и Московская область, которая тоже востребована. Родители сами выбирают место отдыха, программу, пользуясь порталом государственных услуг. Так вот, все, что можно закупить на рынке, не являющееся сутью детского отдыха, мы, конечно, закупаем на рынке. На себя мы взяли, и это одно из, в том числе, условий, которые обеспечивают безопасность для жизни и здоровья ребенка, это на себя мы взяли программу детского отдыха, в которой дети отдыхают в течение 21 дня, и подготовку кадров, в том числе административного персонала для вожатых, для тех, кто организационными вопросами занимается на территории лагеря. И два года назад мы начали самостоятельную подготовку, то есть сформировали команду из персонала, который компетенциями уже какими-то обладал, потому что, правильно сказал Сергей Владимирович, нет ни стандартов, ни требований, ни подготовки кадров. Поэтому мы, по сути, ременеджерски, мы взяли, хантили кого-то из Орленка, там у нас из Артека, из Дома детских общественных организаций, который был в Москве и тоже занимался организацией, много детским отдыхом. Эти люди начали самостоятельно организовывать как программы, так и подготовку кадров. Из принципиальных вещей, которые обеспечивают также безопасность детей, конечно, мы все, как и без опыта организации, без профессиональных травм на тему педагогики, без какого-то цинизма в этой отрасли, конечно, за жизнь и здоровье детей очень боялись. И поэтому изначально в наших программах отсутствуют, а в технических заданиях подрядчикам прямо запрещены все опасные, на наш взгляд, вещи. Ну, сначала одни были, потом обнаружили, что есть другие, постепенно их включаем в технические задания. То есть аквапарки, скалодромы, преодоление каких-то водных препятствий запрещены как в программе за деньги родителей, и как доп.услуга, так и, конечно, отсутствует в наших программах. Да, это ухудшило неким образом развлекательную составляющую. Но мы сделали упор на, мы все-таки департамент культуры, сделали упор на культурную программу, на преодоление интеллектуальные, творческие, научно-познавательные, которые сопровождают наши программы отдыха. И вроде как по обратной связи детей родителей это тоже интересно, не менее интересно, чем сплав по реке, переправы, походы и какие-то элементы маршрутов и преодоление физических программных составляющих. Поэтому отчасти это также обеспечивает необходимую такую меру безопасности при таком массовом продукте. По сути, мы иногда себя сравниваем с Макдональдсом, который, в общем, делает какой-то продукт, который, да, можно потреблять, государство может закупать, он очень стандартен, он технологичен, да, он не, но с соответствующими «но». То есть нет, может быть, какой-то интересный элемент. Сейчас, еще одну минуту. Безусловно, мы в организации, со всего тоже важный момент, толкнулись от мнения самих родителей. В 2014 году на городской площадке скраудсорсили все направления детского отдыха. Родители сами сказали, что они хотят в программе видеть, какие требования к персоналу, какие требования к бытовым условиям проживания, к транспортировке и так далее. Вместе с профессиональным сообществом, с экспертом в течение более чем месяца вырабатывали этот стандарт детского отдыха, который, по сути, общественный стандарт, который мы взяли и утвердили внутренним приказом учреждения. И оно является требованием как к нам самим, так и ложится в основу требований технического задания, которые мы продиктовываем к подрядчикам. Как к вопросу об автоматизации. Значит, ниткой, конечно, было понимание необходимости при таких больших цифрах автоматизации всего процесса отдыха. И эта автоматизация, по сути, была нитью, на которой насаживались все остальные элементы отдыха, а также дисциплинировала всех участников. Изначально родители все заявляются через портал государственных услуг. Это решило проблему мертвых душ, проблему каких-то двойных спицков, повторного отдыха за счет бюджета города Москвы. То есть список детей формируется автоматизированной системой на портале госуслуг. Там же решилась проблема проверки льготности, имеет право человек отдыхать за счет бюджета или нет. Мы совместили эту систему с системой департамента социальной защиты. И теперь стараемся дисциплинировать департамента социальной защиты, чтобы они постоянно поддерживали в актуальном состоянии свою базу данных, потому что на основе нее принимается решение отдыхать человеку или нет. Мы совместили эту систему из ЗАГСа и проверяем родство тех, кто заявляет ребенка или поедет сопровождающим, например, по формам, когда ребенок по ментальным или физическим свойствам не может самостоятельно отдыхать, он едет в сопровождении родителей. Такая форма отдыха у нас тоже есть. В этой системе формируется список детей. Он распределяется по отрядам. Там прикрепляются вожатые, и понятно, они рассаживаются по вагонам, или по самолетам, или по поездам. К ним прикрепляются вожатые в конце или промежуточные на этапе транспортировки. Эта система будет продолжаться совершенствоваться до тех моментов, пока у нас будет хватать какой-то мысли творческой и целесообразности в этой детализации. В ней уже дополняются элементы работы с вожатыми. То есть вожатые у нас отдельно учатся, отдельно их проверяют, они сдают экзамены, отдельно у них сохраняется рейтинг их дополнительной опыта, активности, отношения, ну, некие социометрические элементы, когда друг друга люди оценивают, работая в отряде. И все это заложено в систему автоматизации, которая в том числе дисциплинирует и наш персонал. А также открытый список позволяет другим департаментам, контрольно-зионному управлению, контрольно-счетной палате, другим департаментам правительства Москвы контролировать тот перечень благополучателей, которые эту услугу получают. Итак, да, касаемо элементов совершенствования системы не только информационной, это и обеспечивает некую безопасность, это в том числе наши медицинские осмотры на территории Москвы до того, как ребенок попал в организованную группу и транспортируется к месту отдыха. Из Санкинов когда-то был убран элемент этой проверки, она осталась только на территории базы. Но именно специфика Москвы, что мы большинство детей вывозим, мы не можем столкнуться с ситуацией, когда ребенок в поезде всех чем-то заразил, там педикулез или еще что-то, или когда его не принял врач в лагере и нужна необходимая обратная транспортировка. Мы это вынесли сюда, мы очень жестко проверяем справки, очень жестко смотрим туберкулез, очень педикулез смотрим строго, очень много возвращаем детей здесь в Москву, с этим связаны некие жалобы на нас и так далее. Но мы опять же говорим всем о том, что эти перестраховые случаи безопасности обеспечивают безопасность остальных детей. И лучше пожертвовать тем, что 1 или 2 или 10 или 100 детей не получат возможность отдохнуть, но для 50 тысяч это будет не связано с рисками и проблемами. Да, завершая, я хотел сказать, что это все дало свои результаты. Мы, если за два сезона последних, которые мы организовываем детский отдых, не имеем статистики несчастных случаев. И с темой автоматизации процессов при подготовке летней кампании, опыт Мосгуртура. Которая при этом имела место быть, вы понимаете, я еще раз говорю о 50 тысячах детей, а не 2 тысячах, например, в департаменте соцзащиты, который организовывает отдых для своего контингента и не всех остальных. Мы эту статистику исключили, хотя до 2014 года она имела место быть. Дети и тонули, дети выпадали из окон, дети падали с какой-то высоты, отбивали внутренние органы. И, на мой взгляд, это некий, наверное, показатель эффективности нашей работы, который, надеюсь, так тоже будет увиден и оценен. Хотя, конечно, правильно коллеги сказали, закручивание гаек определенным образом, конечно, возможно, скажется и на нас. Многие регионы действительно отказываются от какой-то организованной ответственности за организацию, организованную группу детей, пытаются ее переложить, как-то аутсорсить эту ответственность. Но какое решение будет принято, мы подведомственное учреждение руки органов власти, поэтому будем следовать тому решению, которое будет принято, безусловно. Но опыт положительный есть, я его постарался коротко доложить. Спасибо. Василий Владимирович, спасибо большое. Единственное, вы знаете, на рынке есть все-таки в московском некоторое нервное отношение к вам. И безопасность, безусловно, превыше всего. Но мне кажется, государству действительно нужно определиться, оно идет по пути создания унитарных предприятий или помогает бизнесу. К тому, что вам тоже, мне кажется, надо определиться. Вы туроператор, если, тогда надо понять, где тогда в этих статьях другие операторы. Если вы действительно унитарное предприятие, ну, наверное, вот, знаете, все равно, а задача за тем, чтобы рынок не разрушать, а как-то к себе его тоже подтягивать, наверное, стоит. А так, в принципе, ну, конечно, если эффективность есть, наверное, как-то нужно с этим разбираться, но разбираться надо. Да, Ольга Анатольевна, я напомню, что до 13-го, ну, вернее, до 14-го года именно учреждение, которое формировалось, на базе которого создан Мосгортур, был именно типичным просто заказчиком неких гибридных сложных услуг по организации детского, по сути, был кассой, и не контроль над вожатыми, ну, и, ну, неким образом на тот момент рынок не мог предложить гарантированно не экономию на вожатых, мы платим хорошую зарплату за 21 день, там, это 17-го года. Василий Владимирович, извините, я ни в коем случае, я просто консультация фактов, да, я не хочу сейчас вступать с вами в полемику, потому что это долгий и серьезный разговор, но просто некое вот такое, да, ее замечание, с которым, мне кажется, вам тоже надо подумать и жить. Да, с этой аурой все это время, нискоким образом, да, я из предпринимательской среды, мне это все очень понятно, а единственное, что, да, сложная ответственность, и, ну, то есть это была мера, ну, как-то на основе опыта предыдущих лет до 13-го года, именно уход тут просто заказчика. Ну, вы знаете, не менее ответственные очень многие операторы. Давайте поблагодарим все-таки вот площадку, да, площадку Торговой промышленной палаты Российской Федерации за то, что есть такая возможность об этом говорить. Позвольте предоставить слово ответственному секретарю Комитету по туризму ТПП РФ Иванкову Евгению Юрьевне. Уважаемые коллеги, уважаемые спикеры, благодарим вас, что вы выделили время для того, чтобы принять участие в вебинаре, благодарим всех, кто подключился. У нас порядка 40 регионов подключились к нашему вебинару и выступили слушателями. В перспективе мы планируем, наверное, осенью подвести определенные итоги туристского сезона летнего, как детского, выездного, внутреннего. И интересная тема, которую мне подкинули коллеги из Саргутиса, это тема музейного туризма, сферы, где можно очень много интересного, положительного, прикладного опыта поднять и рассказать об этом. Я попрошу Ольгу Анатольевну подвести итоги сегодняшнего нашего вебинара, а вас я благодарю за включение. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Вы знаете, ну еще раз, наверное, детский туризм – это в первую очередь действительно безопасность. И то немногое, что мы сегодня хотели сказать, это во главе угла, наверное, все-таки стоит она. Другое дело, что детский туризм чисто экономический, он еще, я всегда говорю, он очень локомотивен, потому что след за детскими группами, потом приходят и взрослые группы, потом детский туризм, безусловно, возвратен, потому что та прививка к путешествиям, к любви к путешествиям, к тем регионам, в которых когда-то человек побывал ребенком, остается некое ностальгическое отношение, которое все равно приводит вновь в эти города, в эти отели, в эти музеи, когда хочется показать тоже своим детям. Конечно, по ряду причин об этом думать надо, и озадачиваться этим обязательно надо. Я просто желаю больших успехов и желаю, знаете, как не бояться заглядывать, может быть, к соседям, подсматривать лучшие опыты, но обязательно идти вперед и заниматься детским туризмом. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.